здравствуйте дорогие друзья в этом видео я хотел бы рассказать свой опыт и свое понимание свои советы о том как выбрать тональность гармонии под свой голос эта тема обширная поэтому я попытаюсь сделать так чтобы сначала дать вот какие-то практические ответы а потом объяснить почему эти ответы возникли до или советы чтобы вы на основании этих почему могли уже подкорректировать под ну потому что мы разные люди у нас разные голоса разные диапазоны этих голосов и соответственно не знаю почему вы можете все-таки воспользовавшись советами напрямую ошибиться на выборе гармонии а так есть вероятность что подберете хорошо поэтому сначала очень практическая рекомендация вот вы пришли в магазин и начали выбирать гармонь я вам советую выбирать ту гармонь на которой вот эта кнопка си является пределом вашего голоса верхним пределом вашего голоса как это делать вы берете любую гармонь выбрали так выбираю вот эту гармонь и идете поете вместе с нотами что такое звукоряд да и как выглядит звукоряд гармонии вот мы рассказывали в уроках нашей школы там народная сольфеджио первое занятие можете его открыть если кто-то не знает что такое звукоряд как ноты по порядку расположен но будем считать что вот идем от ноты до и как расположены ноты на гармонии тоже мы в наших уроках рассказываем поэтому просто и берете и поете видите вот здесь вот вот здесь вот на ноте ля у меня уже предел а нота си уже за пределом моего диапазона моего голоса значит что это гармонь чуть-чуть высоковато для меня вот это гармония на автональности судья значит мне наверное нужно соль мне нужно фа диез но фа наверно вот но в принципе пойдет то есть вот это окно если вот здесь на этой кнопке заканчивается диапазон вашего голоса на кнопки ля то это похуже чем на кнопки си но тем не менее пойдет если вы берете вот и вот и весь совет давайте посмотрим что будет если вы взяли гармонь которая не вполне в тональности вашего голоса но допустим гармонь в тональности до у вас произойдет следующее вы начнете петь по гармонии видите где наступил предел моего голоса вовсе не на ноте ля вот здесь вот да то есть мы говорили что это должно быть должна быть нота си а у меня предел наступил намного раньше значит это гармонь скорее всего не подойдет под диапазон моего голоса давайте возьмем другую гармонь в тональности тональности для можно посмотрим что же будет с ним вы берете следующую гармонию и начинаете делать то же самое предел наступил на ноте соль да на ноте ля уже через чур это значит что ноту си я не вытяну значит это гармонь высоковато для меня то есть вот если бы я выбирал зашел в магазин где продаются продается весь спектр гармонии всего спектра тональности до 12 тональности то я бы наверное выбрал фа диез мажор а потом бы подумал может быть выбрал бы и соль вот то есть вот практически вот так вот это делается все просто теперь теперь почему это будет такой обширный вопрос если вам больше ненужной информации то все закрывайте видео идите в магазин покупайте гармонии и скорее всего что вы почти не ошибетесь но там чуть-чуть мы внесем корректировочки по ходу видео почему так почему именно эта кнопка почему именно это но потому что когда вы поете песни то довольно редко довольно редко ноты в песне поднимаются выше вот этой си вторую октаву довольно часто они бывают вот здесь если вы ля вытягиваете легко я ее вытягиваю тяжело гармонь высоковато если вы си вытягиваете более или менее то значит нормально давайте теперь поговорим что такое тональность вашего голоса есть и почему так сложно получить ответ как у гармонь какой тональности потому что люди раз когда мы играем песню у этой песни есть диапазон расстояние от самой нижней ноты в песне вот на всей протяженности песню играет и какая-то нота в ней самая нижняя и его вся песня играет и какая-то нота в не самая верхняя вот допустим это диапазон песни вот такой вот высоты вот самая нижняя нота вот самая верхняя есть диапазон вашего голоса вы можете спеть тоже от у вас тоже есть диапазон свой собственный от самой нижней ноты и где-то уже потом вы начинаете кукарекать вместо того чтобы издавать то есть вот диапазон вашего голоса смотрите если диапазон песни не очень большой обычно это у народных песен их принципе можно вообще на четырех нотах спеть то есть вот песни там плясовые ну типа там тяжелые блины мои блины там да и ну что угодно вы можете спеть на гармониях разных тональностей и тональности ля и тональности соль и тональности фа мажор там если песня эстрадная то может оказаться что вам надо очень четко погадать потому что у нее разлет повыше и какой какая-то часть этой песни может выехать за диапазон доступный вашему голосу либо наоборот если вы неверно выберете дату часть этой песни вылетит ниже диапазона вашего голоса уйдете в база там хрипеть надо а у вас нечем хрипеть вот то есть существует два диапазона диапазон вашего собственного голоса и диапазон песни которую вы играете вот может возникнуть вот такая ситуация да то есть если песня более или менее приемлемая то может оказаться когда неправильно не под ваш голос выбрана тональность гармонии да то может оказаться что и песня то в общем-то у нее диапазончик даже вот такой да но он выезжает вот сюда а если вы начнете ее на на октаву ниже пить то он он здесь не влезет да и вот в итоге не все не здесь вы не сани верху ее спеть не можете не внизу спеть не можете здесь чересчур низко здесь чересчур высоко у меня например такой с гармонией в тональности до мажор людей с мажор происходит в тональности ля у меня часть песен вот так вот а часть песен вот так а часть песен вот так выглядят и мне приходится использовать уловки об уловках кстати я расскажу в следующем видео потому что уловок много как исхитриться не меняя гормон там да как все-таки вписаться вот совместить эти два диапазона песни и голоса то есть для мажори у меня вот так соль мажори у меня все настолько впритык что вот прям впритык впритык а если бы у меня был чуть ниже фа диез мажор то у меня бы большинство песен вот нормально бы мне комфортно пелось а есть не либо фа мажор там то же самое вот это первое то есть есть диапазон песни и вот он выбирается так мы сейчас говорим о человеке стандартном да не оперном певце у которого диапазон три октавы его в принципе может петь наверное луча на повороте там не знаю под любую гармонь в любой из 12 тональностей может быть так может не так я не знаю но тем не менее вот а мы говорим об обычном человеке и чем удачен я как экспонат тем что у меня очень небольшой диапазон голоса и все вот эти то что называется лайфхаки уловки до гармонистские которые можно только придумать я их все на себе на своей шкуре придумал потому что для него мне очень сложно у меня мощный голос но он мощный в узком диапазоне то есть у меня условно говоря вот у стандартного человека у вас наверно да у вас диапазон вот такой а у меня он вот такой и мне поэтому я удачный пример для демонстрации того как выбирать тональный смирно с точки зрения диапазона идем дальше песни могут быть вот такие обычно это эстрадные песни да могут быть вот такие но будьте морально готовы к тому что какую бы гармонии вы не выбрали вы вам не будет одинаково комфортно петь под нее все песни потому что может оказаться абсолютно другое соотношение она может оказаться что у вас диапазон голоса вот такой а диапазон песни вот такой и чтобы вы не делали вы просто даже в самой комфортной своей позиции эту песню не вытяните не вытяните качественно без уловок с уловками вытяните но без уловок вот качественно как она в оригинале поется хоть вы сюда сдвиньте диапазон вашего голоса хоть сюда он здесь вниз будет уходить до вы нее не втиснетесь здесь вверх будет уходить или еще вот так вот вы не втиснетесь таких песен как есть какое-то количество слава богу что их не так много ну там не знаю эти вот у любые там достучали колеса колеса летели вагон и гармошечка пела вперед помните да это песня я думал о многом я думала главном смоляя папироской в англии то есть но вот эта песня например в принципе для меня без уловок ну ее нереально исполнить как в оригинале для меня потому что у меня коротенький диапазон голоса там наверное какой он дядя васи сосед он ее вытянет вот вот теперь об этой кнопки которую я обозначил давайте я ее обозначу вот таким образом следующее условие то есть вот это условно си вот она эта кнопочка и теперь о том что может быть для вас эта кнопочка не предел при этом когда вы выбираете гармонию вот по ноте си да чтобы это был верхний предел вашего голоса вы должны понимать что вот здесь вот на низу предел вниз вашего голоса он должен быть не на ноте до а на ноте фа то есть вот чтобы вам вот эту при этом вот эту вот нотку было комфортно петь тоже внизу давайте посмотрим что получается потому что ми да ноту ми вы можете там ну чуть чуть она не так часто встречается в песнях да вот в качестве мелодии там или вы ее можете заменить там опять таки пользуясь уловкой да многоголосие вы можете заменить ее другую ноту ну вот желательно чтобы вот эта нота была комфортно а возможна возможно да и давайте вот для человека с узким диапазоном голоса как минимум вот эта нота а а чтобы она была комфортна чтобы вы не задыхались её исполняли и вот эта нота чтобы была на пределе но хотя бы Хоть как-то вы ее чуть-чуть вытягивали Еще мало-мало А вот следующий Уже все, ну нет То есть вот Вот эти две кнопки должны быть для вас исполнимы Если у вас слабый диапазон Если у вас маленький диапазон голоса Если же вдруг выясняется Что у вас диапазон голоса пошире То тогда выбирайте гормон В котором предел Вот здесь То есть если вы обнаруживаете Что у вас довольно диапазонистый голос То тогда выбирайте вот по этим кнопкам До Вот здесь Если для вас вот эта вот нота Будет достижима Легко, комфортно И вот эта нота будет легко, комфортно, достижима То Ну тогда Для вас все, вы решили проблему С тональностью гармонии То есть вы как берете опять Берете и начинаете петь Видите, для меня вот это вот уже, ну низко А вот голос включился И он начал влиться То есть для меня вот эта нота уже комфортная Вот эти две некомфортные Да и бог с ними, да Опять же, потому что песни редко уходят Вот за эту ноту, а за эту ноту еще реже уходят Ну вернее, вот за эту ноту редко уходят А за эту еще реже Вот Итого вы начинаете петь И если вам одинаково легко и вот эту, и вот эту ноту петь Значит гармонь ваша по тональности Вообще берите, не задумывайте Значит, это во-первых значит, что у вас широкий диапазон голоса А во-вторых, чтобы вы нашли гармонь, которая подходит под ваш диапазон голоса. Для большинства, но не для всех песен. Итого, хотя бы от Фа до Си, а если слабый голос, а если у вас большой диапазон голоса, то от Ми до До. И тогда вы сможете петь большинство песен на вашей гармонии. Это значит практическая часть. Давайте теоретическую часть, вдруг вам будет интересно тоже. Как если вы не в магазине, как понять теперь, ну допустим вы заказываете по почте. И вам по почте, вы же не сможете по почте играть на гармонии. То есть вам надо продавцу сказать, что изготовь мне гармонь, пожалуйста, вот в этой тональности. Или вы видите, там продается в объявлениях в интернете, что гармонь вот такой-то тональности. И вам надо, не трогая, не держая эту гармонь в руках, понять, покупать эту гармонь или нет. Для этого нам понадобится тюнер. Что такое тюнер? Это такая программка, которая устанавливается в смартфон. Я ее показать не могу, потому что я это видео пишу на смартфон. Тюнер это такая программка, приложение. Она устанавливается на смартфон и когда вы жмете кнопку, она вам показывает, какая нота звучит. Вы берете этот тюнер, берете любую гармонь, которая есть у вас под рукой. Если гармонии нет под рукой, то вы берете любой музыкальный инструмент, который у вас есть под рукой. И делаете то же самое. Вы начинаете с какой-то ноты. Голос настраиваете под низ этой ноты. Допустим, вот гармонь до мажор, она вообще никак не моя, но мне без разницы на какой гармонии понимать. Плюс-минус полтона. Сразу скажу, красненьким так, тен-тен-тен мигает, да, плюс-минус полтона. Потому что гармонь это диатонический инструмент по-крупному, хромка, да, несмотря на то, что она хромка называется. Вы делаете вот так. Окей, гугл, что такое диатонический инструмент? Окей, гугл, что такое хроматический инструмент? Поэтому, если вы будете этот эксперимент вести на гармонии, вы плюс-минус полтона, с точностью до полутона, да, а не прямо тютелька в тютельку подгадаете. Но это не страшно, не критично. Берете гармонь, ну, предположим, что у вас есть гармонь, если нет, то другой инструмент. С любой ноты, поймали эту ноту на низу, вот здесь в животе, в груди, и повели пение. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Я нажимаю тюнер и смотрю, что это за нота. Ну, мне сейчас, если бы это гармония до мажори, мне бы тюнер показал, что это до, ми, соль, си, ре, фа. То это, он бы показал, у меня фа. Нота фа это предел моего голоса по высоте, верхний предел моего голоса. Что я с этой фа делаю? Я отступаю тон или полтона, ну я отступлю полтона, и получаю предыдущую ноту. А какая предыдущая нота к фа? Ми. Я получаю ноту ми. Вот нота ми, это уже готовый продукт вашего эксперимента. Вы звоните продавцу и говорите, мне нужна гармонь в тональности ми минор. Продавец, если он обычный гармонист, он вас может не понять, потому что у гармонистов принято называть мажорную часть тональности. И здесь мы отвлекаемся. То есть, когда мы говорим, что гармонь в тональности до мажор, она автоматически в двух тональностях. И в мажорной, и в минорной. Поэтому, когда вы говорите, что тональность до мажор, то это означает автоматически, что она же ля минор. Если вы говорите, что гармонь в тональности соль мажор, это означает, что она же автоматически ми минор. Если вы говорите, что гармонь ре мажор, то автоматически это си минор и так далее. То есть не может быть, что гармонь до мажор, а у неё минорная тональность. Не ля минор, а какая-нибудь другая. То есть это неизбежно. Вы можете называть хоть мажорную тональность, хоть минорную. От неё автоматически, однозначно высчитывается зеркальная ей мажорная или минорная тональность. Поэтому сказать, что у вас гармонь в тональности до мажор, это то же самое, что сказать, что у вас гармонь в тональности ля минор. Для человека, разбирающегося, там, мал-мала, да, в музыке. Ну, вернее, не в музыке даже, а в сальфеджио, да, в музыке причём. Вот, я нашёл ноту ми, это означает, что мне нужна гармонь в тональности примерно плюс-минус ми минор. Это означает, что мне нужна гармонь в тональности соль мажор. Как это понять? Опять, грубо, с плюс-минус полтона, да, потому что... Самое простое понять вот так. Если у вас вот здесь, вот вы нашли вот эту кнопку предела вашего голоса, нашли предыдущую ноту, это ми, и вот от этой предыдущей ноты вы нажимаете вот эту кнопку и получите мажорную тональность вашей гармонии. То есть вот эта, вот эта кнопка минор, здесь у меня будет, смотрите, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми. Вот она, ми минор. Ну, это у меня получилось. У вас она могла остановиться предел вашего голоса где-то здесь, неважно. То есть вот вы дошли до предела, выше которого уже не можете, взяли предыдущую ноту, это минорная тональность, взяли ноту, следующую по вот этой, ну, по линейке, да, следующую рядом с ней, это мажорная тональность, и в моем случае это соль мажорная. Вы могли остановиться вот на этой ноте, да? У этой ноты предыдущая нота, ну, или могли остановиться там вот на этой ноте. У нее предыдущая нота, это, ну, соответственно, вот она, да? Вот предыдущая нота, вы ее нажали и поняли минорную тональность. Нажали вот эту кнопочку и поняли свою мажорную тональность. То есть в вашем бы случае это было до, ми, соль, си, минор и ре мажор. Вот и всё. То есть, вот таким образом вы понимаете комфортную для вас тональность. Я вроде бы, ну, понятно рассказываю. Я понимаю, что информация эта может оказаться, если вы не знаете, что такое гамма, что такое звукоряд, как на гармонии, какая кнопка предыдущая, какая следующая. Ну, для этого просто возьмите первое занятие или первое и второе занятие, народное сольфеджио нашей школы, и всё, и вам там станет понятно. И ясно. А лучше четыре, потому что там уже мы это. Ну, а дальше ещё напишем. Может быть, это сложновато. Ну, и вопрос нелёгкий, да? То есть, вот, наверное, проще, чем я, никто ещё вам не объяснил, потому что на примере какой-то конкретной песни одной брать это, ну, не очень. Вы точно не угадаете. Вы определили вот эти две ноты, и вы спокойно можете говорить, что вам нужна тональность до мажор, ля минор, или соль мажор, ми минор, или ре мажор, си минор, ну, и так далее. Что я ещё советую? Как я и сказал, таким методом вы сможете определить тональность плюс-минус полтона. Это достаточно, достаточная для любителя чёткость. Вот, пожалуй, и всё, друзья. То есть, вот, укрупнённо это так. И мне кажется, этого достаточно. Для того, чтобы вы смогли выбрать себе тональность гармонии. Помните, что выбрав таким образом, или любым другим, вам в любом случае не получится сыграть на гармонии, которую вы выбрали, все песни, которые вам только придут в голову. Какие-то песни выбьются из комфортного для вас диапазона, и вам придётся использовать уловки. Об этих уловках я расскажу в следующем видео, но по-крупному вот так. Пожалуйста, прокомментируйте, было вам полезно или нет, потому что, на мой взгляд, вот я сколько не смотрел, это, по-моему, самое лучшее объяснение того, как выбрать тональность для своей гармонии. Почему-то это, ну, вот, остаётся для гармонистов-любителей таким сложным вопросом, и для новичков, и даже для продолжающих. И, и помните, что вот то, что я вам рассказал, это практический опыт, это не теория музыки, это то, что я набил, там, ну, на чём я набил свои шишки, да, вот, и так далее. Поэтому можете для подстраховки поискать ещё какую-то дополнительную информацию по этому вопросу. Но вот, на мой взгляд, это лучшее видео, которое... лучшая информация, видео, может быть, не лучше. На мой взгляд, это лучшее видео, которое есть в сети с сегодняшнего дня по этому вопросу, как выбрать гармонь по тональность своего голоса. Всем успехов, пока. Давайте. Продолжение следует...